Здесь может быть нам кто-то вредит просто-напросто. И не стыдно руководству Динамо. Раздербанили команду накануне такого матча. Семь тысяч болельщиков. Наплевали на них. А Буйнинский завтра будет продирать лавочку там Динамо. Лучше нападающий. Динамошенника. Позорники. Чего приехали? Смотреть. Я понимаю, что это не вы этим процессом руководите. Вызовы игроков туда-сюда или отправки игроков куда-то. Ну тогда в чем эта причина? Почему так Федерация Хоккея наплевательски смотрит на Динамошеннику? Я понимаю вас, конечно, как болельщиков. Но есть клуб, есть политика клуба определенная. Она озвучивалась уже перед началом сезона. Это одно. Второе то, что многие игроки не принадлежат клубу Динамо. Не нам, не основной команде. Это жалко, в принципе. Но клуб по возможности, кого мог выкупить, кого клубы отдавали, продавали, клуб их выкупал. Естественно, может быть это не самые лучшие хоккеисты. Но кого мы могли, того мы выкупили. Естественно, лидеров наших мы не могли себя удержать. Они принадлежат все своим клубам. Гомель, Гродно. В основном были ребята. Да, они здесь неплохо себя проявили. Неплохо сыграли на чемпионате мира. И неплохо работали. В итоге клубы их забрали. Потому что ребята добавили. Мы ничего не можем делать с этим. Мне как тренеру это тоже тяжело. Мы играем месяц с одними игроками. В следующий месяц мы уже с другими игроками играли. Это тоже тяжело. Но у нас уже нет конкуренции. Ситуация. Мы хотели немножко тоже новых ребят взять. Может быть неплохих. Уже при целом на следующий год. Но приезд с чемпионата мира и окончание заявки там было несколько дней. Просто мы не успевали физически заполнить кого-то, отправить кого-то, взять. Просто не успевать. Поэтому сложилась такая ситуация. Те, кто у нас сейчас остались. Спасибо еще другим командам, что не забрали всех. Хотя, да, были такие предпосылки, что мы могли потерять еще больше. Но я понимаю вас, конечно, что вы хотите, чтобы команда всегда играла вверху, чтобы команда всегда побеждала. Но мы как тренеры тоже этого хотим. Это тоже наш имидж. Проигрывать или наигрывать тоже. Это понятно, что это видят не все люди. Не все об этом знают. Ну, это сложно, я понимаю, но опять же, я говорю, есть политика клуба, есть политика федерации. Я понимаю вас, но данная ситуация такая. Нет наших игроков. Нет. Второй вопрос. Почему вот сегодня мы с вами встречаемся, да, а в процессе не могли провести там 2-3-4 встречи, допустим. Ну, как-то этот вопрос вам поднимали, когда главный тренер был Александр Гелянский. Тогда мы просто просили, ходили, просили, что да, давайте вот. И нам, в принципе, пообещали, что это будет проводиться регулярно. Это будут постоянные встречи. Ну, и так далее. Теперь, что нам ожидать? Ну, ладно, это я так вот, серию вопросов. Следующее. Наша молодежка, Е18, выиграла в Норвегии турнир. 21 год выиграли, вышли в элит. То есть на следующий год нам вообще-то дождать нечего получается. У нас позабирают Динамо Минск, я так понимаю, кого-то. Двоих, троих, может быть, если там кто-то на просмотре. Ну, я скажу вам так, позабирают, в плане, как среди нас это бытует, полировать лавочку. После выступления Дмитрия Ильапула, или Дмитрия, извиняюсь, не помню, Бойницкого, после отлично проведенного матча в интернете я прочитал такую статью, что я очень рад, очень доволен, что я играю в Динамошиннике. Я приложу максимум усилий. Кстати, вот, это про Артура. Я приложу максимум усилий, чтобы достичь результатов. То есть, все за команду, все за победу. Настрой на следующий день его забирают. То есть, после его статьи, вышедшие его тут же забирают автоматом. На следующий год я понимаю так, что будет хуже, чем на этот год. Что на ложе нам нужно? Во-первых, кого-то позабирают. Тут начнутся сборы в элиту. И так далее, и так далее. То есть, мы вообще окажемся, я не знаю, где мы окажемся. Честно говоря, мы шли на матч с русскими витязями, мы думали, они будут грызть лед. Просто будет там идти все на разрыв. Они должны были у себя дома, при поддержке трибун, при таком настрое и так далее, и так далее. Просто должны были там этот витязь раскатать. Но мы увидели... Да. Мы увидели, конечно, не то. Я здесь много всего наговорил, конечно, так вот. Но эмоции у нас... Меня лично эмоции зашкалят. Я тяжело работать. Вот эта вот ротация, когда идет. Вот те забирают, эти там туда-сюда, каждый рвет к себе. Но, насколько я знаю, они не сильно там востребованы. Здесь, может быть, нам кто-то вредит просто-напросто? Ну, правда, никто не скажет. Почему? Ну, в Гобеле ребята востребованы. Гродно тоже парень играет. Я не думаю, что... В Карнауле молодец. В Гобеле, да, играют. А вот в Карлеру что-то я и... Почему играют? Он просто не может забить где-то, может быть. А так играете? Спрашиваю. Соперников спрашиваю. Хорошо. Вы также на следующий год, или это все будет решаться, да? Еще пока ничего не понятно. Мы думаем, что еще будет все решаться. То есть, кто будет главный тренером, и так далее, и так далее, да? Потому что всем нужны результаты там, всем нужны результаты и здесь, и поэтому... Да вот, федеральная ситуация. Считано на майках, что у тебя там проблемы. С пахом проблемы, там, с температурой, или там еще с чем-то. С кистями многих. Но других нет, мы не можем заменить, они выходят и так играют. Что сделаешь? И вот у меня по этой теме такой вот вопрос. Вот этот матч, который с русскими витязями, ну это как начало акции, да? Как сказали, начало акции. Было предложение хотя бы на этот матч забрать у клубов наших игроков, которые у нас играли, которых позабирали? Нет, они уже не могут, они от заявки. Они меня не могут. Игроки только Динамо могли, но они были задействованы. Тот же Корнаухов, он был в сборной, он физически не мог. Кто там у нас еще Гаврус травмировал? У Стененко. Нет, они уже все. Эти уже друзья. Те, кого мы отдали, Гомель и это, они уже без контракта, они не имеют права здесь играть. То же самое. Не один человек, только хоккористы, которые в системе Динамо, Динамо, это вот молодежный Динамо, те могут, но таковых вчера не нашлось. Так шахтер же в системе Динамо. Нет, не совсем. У него договор, просто договор там какой-то сотрудничества. А Динамо молодежная, на машине уходит в систему Динамо. Андрей Владимирович, вот походу уже, но вы же были тогда, когда? Да, такая ситуация уже была не раз, не один год. И что? Тренеру, наверное, вот Павлу, ну, наверное, как-то надо инициативу проявлять. Я пример приведу к тому же. Вот перед плей-офф, когда в прошлом году, позапрошлом году, Лисовец уже давно не играл, вообще, по-моему, сезон или полсезона не играл. И где-то нашли, значит, договорились как-то, Лисовца, Лопачука, того же, вот сейчас назвали его еще, кто там травмирован, Гаврус, да. Значит, тренер Белялский тогда был, да, но, наверное, он добивался, хотя у него полномочий главного тренера сборной молодежи, чтобы ему придавало силы, не было. И то как-то, ну, надо же как-то лавировать или что-то делать, проявлять инициативу. Сейчас, минуточку. Хотя бы до того дойти. Во всех кабинетах динамовских начальников есть столы, у вас есть кулаки. Ну, иногда покажите. Ну, это вопрос. Есть политика, во-первых, клуба. Вот яркий пример Мишу. Его забрали, сказали, здесь он перевернулся в лигу, и все. Он здесь играть не будет. Вот на какие-то игры... Просто ради семью-минутного результата, и клуб не видит. Раньше ситуация была другая. Результат нужен был там любой ценой, хотя результат такой же самый был. Так, может быть, тогда... Все равно мы не были в лидерах, все равно мы не шли первыми, вторыми, но результат любой ценой, в итоге, как бы, от этого страдали другие немножко. Так, может быть, расторгать надо брачный контракт с Динамо? Три года она закончилась, когда мы планировали. А сейчас, тем более, вы тренер сборной, дело Шинника. Чтобы федерация больше этим беспокоилась, и чтобы, если вы сказали, список написали, вот это, вот это, вот этого хочу. И чтобы это было беспрекословно, как главный тренер сборной молодежки. Если бы, как тренер молодежки, еще раз говорю, здесь будет в следующем году команда еще моложе. Поэтому, я думаю, что так уже... Чтобы у вас прав... Чтобы прав вас было больше. Если их нет, не хватает. Прав, сколько, сколько. Поверьте, мы тренеры, мы занимаемся тренерской работой. Это уже задача ходить по кабинетам, выбивать игроков. Я никогда этим не занимался. Ну, почему? И считаю, что это, в принципе, ну, тренеру не надо. Тренеру, его задача тренировать. Есть генеральный менеджер. У нас он на две команды. Это Бережков, он решает. Кому, какой игрок, где нужен. Все. Я тренирую тех игроков, и они выходят играть, которые у меня есть. Все. Я не хожу к кабинету, мое дело тренировать. С Бережкова был разговор позавчера. Вот когда вот такой острый... Сначала две минуты попросил, я представился, все. Вот. Он что сделал? Он, да, продал. А вы знаете, когда вернулся Буйницкая? Вы знаете, я понимаю. Но готовился этот матч, который был с русскими «Витязями», да? Он готовился за год, за полгода. Семь тысяч двадцать болельщиков по протоколу было полностью. И поэтому, хотя бы ради этого, это необычно, это бобручане все очень довольны. Но только что подставили наших ребят. Кто я там виноват? И Бережков, что он сделал? Он развернулся и ушел. Когда я перечислил фамилии, или хотя бы загадя это планировать, кому-то кто-то должен заниматься. Я вот не знал, что это он должен заниматься. А он развернулся и пошел. Я тоже ветеран, понимаете, я тоже возраста тех, которые был. Вот у меня 8 мая 45-го года даже выписано метрической этой датой. И плевок душу не только ветеранам, но и всем болельщикам, которые пришли, семь тысяч. Это не там вопрос. Ну, вот я с ним тогда уже по прессе побеседую. Не стой на пороге, я вернусь. Когда растаясь в небе. В краске и тревоге, не стой на пороге. Я вернусь, когда растаясь в небе. Моя дорогая, я жду и мечтаю. Улыбнись, не встречая, но я травлю твою. Эх, старуй на жилье, львы. Названь, будь жити, львы. И обнять любимую свою. Эх, старуй на жилье, львы. Названь, будь жити, львы. И обнять любимую свою. Эх, старуй на жилье, львы. Названь, будь жити, львы. И обнять любимую свою. И обнять любимую свою.